И так, ну что ж, вперед, посмотрим концовку. История прослеживает путь времени. Новое пламя горит на землях Фодры. Победив Немезиса, амбициозного злого короля, крупнейший кризис Фодры удалось предотвратить. После пяти с половиной лет войны, началась новая эпоха. Нация, вера, история. Все, что когда-то составляло порядок мира, было стерто. В руками героев, спасшие Фодру. И начали они строить новый порядок. Новые лидеры, новый лидер Единой Фодры, хочет преодолеть этнически региозный барьер, так сказать, да, создать мир, в котором все живут одинаково. Он начал по этому бесконечному пути идти. И этот путь не только для Фодры, но и для тех, кто за морем, как, например, Дагда, или те, что за горами, как, например, Пальмира. Таковы их стремления и надежды. Еле успел перевести, но... Надеюсь, все понятно. О, башня богини. Ты опоздал. Как ты думаешь, сколько минут ты заставил меня ждать? Я был занят. Полагаешь, что так есть. Учитывая твое положение. Но хотя бы сегодня. Ты не мог бы все-таки отдать приоритет мне? После многих лет исследований, наконец-то, мои усилия принесли плоды. Этот момент настал, Бу-гага. Но перед этим мне нужно с собой поговорить. О чем? Ты женишься на мне? Хотя нет. Ты женись на мне. Это не вопрос. Я всегда думала. Как можно быть вместе с тобой? Я много думала об этом. И нашла единственный верный способ, как быть с тобой всегда. В смысле... В смысле это она? Да не я? Ну ладно. Окей. Правителя... Новые объединенные Фодры... Я своим слугой, конечно, не смогу сделать. Но если мы станем мужем и женой, то ты и я никогда не расстанемся. Ну что скажешь? Разве мой план не идеален? План? То есть... Хочешь сказать, что наш брак будет притворство? Первый все-таки. То есть... Я хочу сказать, чтобы ты и я были верными друг другу, как муж и жена до гроба. Я тебя люблю. Понимаешь? Ну ладно, я согласен. Ты тоже мне приготовил кольцо. Ты тоже мне приготовил кольцо. Факт того, что мы мыслим одинаково. Доказывает, что мы воистину пара. Мы оба просто потрясающие. Да, ты права. Таким образом, ты и я вместе. Мы возродим дом, Нуэвэл. У тебя не будут проблемы с переездом в дом, Нуэвэл? Но в конечном итоге тебе придется на западе Фодры переехать. Ладно, это неважно Ну что ж, пошли, наконец-то настало время Или давайте наконец-то начнем Так, что происходит? Учитель, сегодня у нас тут странные аномалии Это тревожно Вокруг башня богини, собора и окрестности повсюду Разноцветные цветы Ой, прошу прощения Вы были заняты Причина происшествия, магия моей жены Понятно Вот оно как Что? Ее магия? То есть, в смысле, жена? Ваша жена? Вы женаты? Учитель, поздравляю У нас сегодня действительно потрясающие новости Ладно, похоже проблем никаких все-таки нету Зря беспокоились Все целы Простите за то, что помешал Ты что делаешь? Это не честно Ты как-то слишком сильно удивил меня Что? И чем? Просто так внезапно называть меня Это проблема Я, конечно, бы, ну, счастлива И смущена Не могу понять Как будто не было Ты слишком Ладно, неважно Короче, я тебя прощаю Сейчас у меня действительно просто прекрасное настроение Я чувствую, что могу вызвать ветер над морем Кстати Что это? В чем дело? Что? Ты можешь сделать дом с этой магией? Смогу ли я лишь Смогу ли я Этой магии Восстановить свой дом? Это просто неслыханная доселе магия И это определенно будет достижением Которое войдет в историю И в том числе Как вы все-таки Смогу ли я Что-то Эээто Аната Кангайнасай Помимо этого Как по-иному Можно ее использовать Во благо людей Чтобы ее признали Ну, об этом А, как бы Подумай ты Разберись Понял Ты дорогой Единственный На кого я могу С этим положиться Что? Хм ну все смотрим результаты а потом читать концовки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ходов было и так далее Самое интересное впереди, но да Там придется постараться Ну, Razer, как всегда Субтитры создавал DimaTorzok Бальтазар исчез вскоре после войны Есть много версий относительно его местонахождения Некоторые говорят, что он вернулся в Купало И стал защитником горного народа Некоторые говорят, что он стал правителем подземной области Грегмаха А некоторые говорят, что он выиграл первый боевой турнир после объединения Фодры А может и все это правда После войны Анна осталась в Крегмах Чтобы помочь восстановлению с помощью своего бизнеса После окончания реконструкции она исчезла из города Но слухи об таинственной торговке Передавались из поколения в поколение на протяжении столетий Возможно, она все еще находится в пути сегодня В поисках новой возможности для ведения дела Потеряв возможность защищать Рею Цирилл хотел покинуть Ордер Но другие уговорили его присоединиться к проекту по восстановлению монастыря Благодаря его преданности делу Академия открылась снова через несколько лет Среди новых учеников в зале был Цирилл Что начал новую жизнь Вскоре после войны Шамир покинул армию Ее местонахождение до сих пор неизвестно В то же время некая таинственная бандитка появилась И говорят, что она была опытным лучником Что целилась только на тех Что не слушались своих правителей И набивали себе карманы, угнетая людей После того, как все битвы были закончены Алоис был официально назначен командующим рыцарей Сейроса Подчиненные его уважали И благодаря ему рыцари Сейроса были сплочены, как никогда раньше Говорят, что подвиги рыцарей Сейроса превзошли подвиги тех времен Когда Джираль был их командующим Покинув Крагмах, Мануэла переехала в сильно раздеренном войной городу И открыла там школу Работая над восстановлением города, она продолжала учить детей Чтобы у них была возможность на выживание в дальнейшем Она оставалась одинокой до конца своей жизни Но была в окружении детей Благодаря чему она провела свои последние годы счастливо Вскоре после войны Флейн исчезла И следы ее существования тоже постепенно исчезали Спустя много лет, когда Фодора полностью изменилась Появилась девушка Она спросила человека, стоящего рядом с ней Учитывая мой возраст, я могу до сих пор называть тебя папой Он оставался в монастыре до конца своей жизни Работая над восстановлением Святой Церкви Сейроса На смену его строгому поведению из прошлого Пришла более снисходительная сторона И подходила к вопросам по-другому Он также учил уважение к вере язычников И постепенно приложил силу избавиться от предрассудков Которые были в Фодоре Ингрид попросила сохранить увискованную территорию Белотея И была назначена там новым лидером После этого она посвятила себя тому Чтобы люди Белотея могли жить в процветающей мирной жизни Ее страсть привела к инновациям в агротехнике В конце концов, в конце концов, ее желание исполнилось И ситуация с едой на территории резко улучшилась Люди были в восторге от этого Аннет вернулась в свой родной город Чтобы преподавать в Академии Маги Где позже она стала великим ученым И обучила многих магов, которые впоследствии стали великими магами Все уважали жизнерадостный характер Аннет И ее отношение к тому, чтобы не позволить своему таланту мешать их жизни И они были очень благодарны ей за все, чему они научились После войны Эш был посвящен в рыцаре И получил право стать наследником семьи Гаспаров У которых не было наследников Искреннее отношение Эшу к своему народу ценилось во всей Фодре Его хвалили как идеального рыцаря Говорят, что его достижения и личность сохранились во многих историях Вернувшись в свой родной город на Бригитских островах И унаследовав трон от своего деда Петра заявила, что они больше не будут подчиняться Фодре С тех пор она вносила свой вклад в дружбу с Фодрой и Дагдой Она и ее потомки долгое время защищали Бригит Который оставался мирной и процветающей нацией После войны Торотея вернулась в оперную труппу Металфранк И работала над ее возрождением Но когда труппа ожила, она снова исчезла со сцены Говорят, что она встретила неназванного любимого человека И жила тихой и мирной жизнью Несмотря на то, что Бернадетта сменила своего отца На посту графа Варлей Она оставалась дома и не вмешивалась в государственные дела Рассказы о ее поведении передавались из поколения в поколение В результате она стала известна как медведица Варлей Ленхард отказался от своего титула И оставил свое имя, чтобы поселиться в монастырь Грагмах Где он жил, занимаясь изучением гербов и рыбалкой Его покои были заполнены необыкновенными открытиями, связанными с гербами Но про них все узнали только после того, как он покинул этот мир Фердинанд восстановил дом Эйгеров и начал реформы на своей территории Он преодолел много трудностей, стараясь изо всех сил, постепенно восстанавливая свой дом Его достижения привели его к тому, что он стал один из самых влиятельных людей во всей Фодре Он также сделал все возможное, чтобы изнести свой вклад в развитие Фодры Когда после военной беспорядки улеглись, Юрис исчез под поле Спустя десятилетия его банда вырастет в крупную организацию Которая будет иметь значительное влияние на экономику Однако, большую часть денег банда всегда тратила на создание сиротских приютов и домов для бедных Люди называли его правителем тьмы из-за страха и уважения Кэтарин, после того, как покинула пост рыцаря Сереса Начала путешествовать по всей Фодре со своим громовержцем Она защищала слабых и побеждала зло в разных местах И в конце концов получила титул рыцарь свободы Она была мечом, что защищала людей, которые любили ее и хвалили Несмотря на то, что Фодра изменилась, Ханнеман оставался прежним Он хотел изучить гербы и устранить социальное неравенство, вызванное ими В конце концов, его исследования дали плоды И он изобрел магические инструменты Которые могли быть использованы любым человеком, даже без герба Чтобы иметь такую же силу, как владельцы гербов Как новый граф Готии, Сильвен посвятил свою жизнь улучшению отношений с Суреном Одним своим красноречием он смог добиться, чтобы дворянины могли быть и те, что не являются наследниками или обладают гербом Тем самым он стал один из самых известных лордов всех времен А также его запомнили как блудного сына Готия После войны Каспар отправился в странство Он путешествовал по всей Фодре Иногда даже за пределами Фодре Куда бы он ни пошел, везде происходили несчастные случаи Но в конце концов, люди, участвовавшие в этом, всегда улыбались Многочисленные рассказы о нем передавались в будущие поколения в виде забавных историй После войны Хапи исчезла Говорят, что она вернулась в родной город Или скрывалась в бездне Грагмаха Но правду так никто и не знал Позже Остатки тех, что скрывались во тьме Были уничтожены девушкой Что вела за собой орду монстров Но неизвестно, была ли это Хапи Мерседес покинул свой дом и стала монахиней в Грагмахе Без устали посвящая себя, богине и людям Игнат, с другой стороны, убедил своего отца и брата позволить ему стать художником Он продолжал рисовать красивые пейзажи и жизни людей в разных местах А когда он посетил монастырь, чтобы нарисовать статую богини Он встретился с Мерседес Спустя более чем 10 лет Главная работа Игната, улыбающейся богине Была высоко оценена И он был признан публикой как талантливый художник Говоря, что рядом с ним всегда была женщина Которая выглядела в точь-в-точь как богиня на картине После войны Феликс решил оставить свой дворянский титул И сделать карьеру мечника Тем самым стал странствующим наемником с Леони Где он узнал лучше свою партнершу Их разные боевые стили хорошо сочетались друг с другом И они уничтожали всех врагов на своем пути В конце концов, группа наемников, которую когда-то возглавлял Джеральд Присоединилась к ним А они оба стали главами этой группы Став самыми сильными наемниками Однако после хаоса послевоенного периода И когда Фодри стало безопасно Работ у них было мало Не имея возможности прокормить своих людей Они решили стать путешествующими артистами В результате они снова прославились во всей Фодри своими невероятными уличными выступлениями С использованием боевых навыков Несмотря на то, что Хильда и Мариана вернулись в дом своих родителей Они часто обменивались письмами и углубляли свою дружбу Вскоре Хильда, увлеченная изготовлением украшений, начала основать школу ремесленников Мариана поддержала ее деятельность Обилие финансовых ресурсов семьи Эдмунда были вложены в эту школу И со временем подобные же школы были построены по всей Фодри Благодаря развитию многих талантливых мастеров Фодра начала производить большое количество высококачественных украшений Которые стали важным предметом торговли И принесли в Фодри богатство Вернувшись в свой родной город, Рафаэль служил местному лорду, рыцарем И помогал своему деду и сестре открыть гостиницу в качестве подработки Принимая во внимание возраст деда Он в результате отказался от рыцарского звания и посвятил себя полностью гостинице Однажды в гостиницу зашел отец и дочь Дочерь оказалась Листья Она отказалась от своего титула и стала простолюдинкой Переехав в соседнюю деревню После этой встречи она часто посещала гостиницу Стала хорошей подругой с сестрой Рафаэлем Майей В результате она начала помогать в гостинице Стала хозяйкой гостиницы, где жила мирной жизнью Новый глава дома Глостеров, Лоренцию Занял место внезапного исчезнувшего Клода И взял на себя ответственность за дела Объединенного Королевства Он подавил беспорядки в Фодре с помощью ряда новаторских политических предложений А затем занялся дипломатикой Он лично ездил в соседние страны, чтобы заключить договор о дружбе Пальмира, могущественная страна на востоке, не была исключением Когда он пошел на встречу с королем Пальмиры, что проходило у ожерелья Фодре Там появился внезапно Клод, который, как оказалось, является королем Пальмиры Ходят слухи, что Клод спланировал все, что сделал Лоренцию за все время, но они всегда это отрицали Валера стал первым королем Объединенного Королевства Фодре И объявил о своем браке с Констанцией Ей было разрешено восстановить дом Нуэлла из-за ее подвигов во время войны И необычайных магических способностей В результате которых ей восхищались веками Существует странная легенда о Констанции, что она была ужасным демоном Который избегала солнца, потому что солнечный свет раскрывал бы ее истинную личность Но учитывая тот факт, что ее потомки продолжали защищать королевство Большинство говорят, что эта история родилась из-за зависти Так, ну вот теперь точно все Так, надо сохраниться Сюда Ну все, ребят На этом мы наконец-то это длинное Длинное путешествие Закончили Что впереди? Я еще, возможно, открою пару концовок С другими персонажами Ну и пока что все Были мысли пройти еще раз сюжетку Эдельгард Но Я думаю, точно не буду делать это в ближайшее время И хз, когда Мы это сделаем снова Ну, когда с вашей стороны Спасибо, Рейзер, за поддержку И спасибо, что было и смотрел все это время Так вот Пока что я не планирую Еще одно прохождение Но, может быть, в будущем Можно будет Учитывая, что в сюжетке Эдельгард Там есть Контент, который мы не видели И было бы интересно его посмотреть Но Это все на будущее В любом случае, ребят Я хочу сказать Большое-большое спасибо Всем тем, кто До конца остался И смотрели Это прохождение Я действительно надеюсь, что вам понравилось И все было понятно Я старался с переводом Как мог Вроде бы Получилось неплохо Но Уже оставлю вам судить Я пытался быть Как можно ближе к оригиналу В частности, учитывая, что Английская версия несла от себя тюну Очень часто У меня бомбило Когда стримил английскую версию Я решил взять оригинал Печально, что К нам не присоединилось больше людей Но Я все равно рад, что Хотя бы вы были Так что Спасибо Ребят, что были Что не бросали Вот Солар Натурат Нуар Виктор Нир Сетсуна Лунар Матвей Рейзер Аристор Я сейчас пытаюсь перечислить Всех тех, кто Почти всегда были на стримах Нисеки вроде был Но не часто писал Ман Кстати, да Вилден И огромное тебе спасибо Вилден За то, что иногда Давал хорошие советы И не только тебе И остальным Кто помогали Короче, ребят Спасибо вам всем, что были Я надеюсь, вам понравилось Ну и Как я уже сказал Дальше парочку концовок Посмотрим В частности Первое, что я хочу посмотреть Это концовку с Марианой Так что продолжение Следует Субтитры создавал DimaTorzok